Я тут на днях озаботился проблемой передачи маркеров из After Effects в программу Audition. Дело в том, что по умолчанию, если вы будете из After Effects выводить звуковой файл или видеофайл, то Audition маркеры в нем не распознает. А вот если наоборот из-за Audition передать в After Effects или Premiere, то маркеры будет видно. Но почему-то в After Effects, хотя у нас в настройках есть вот такая вот штука, маркеры все равно в Audition не попадают, хотя в Premiere их можно обнаружить. Ну тут какая-то несогласованность форматов наблюдается. А в принципе было бы прикольно композицию сделать в After Effects, накидать маркеры, где у вас будут примерно основные звуки, передать в Audition. И в Audition по-быстрому все это раскидать, чтобы точно не прицеливаться в самом Audition, а ориентироваться по маркерам. Потому что в Audition звук делать гораздо приятнее и удобнее. Но поскольку встроенные средства не обеспечивают меня этим функционалом, пришлось изгаляться. Мне понадобился вот этот вот бесплатный скрипт. Все ссылки конечно в описании. И вот эта вот программа для автоматизации действий на компьютере. То есть вы можете написать программу, которая будет имитировать действия пользователя. В данном случае она будет читать данные из файла и создавать маркеры. Ну допустим у меня есть слой, на котором я создал маркеры. Скрипт я этот затачил таким образом, чтобы маркеры помещались в одну строку. Вот здесь вот например мы видим несколько строк и это будет плохо. Но не смертельно. Я для этого не рассчитывал. В принципе я не знаю кому это понадобится. У меня есть куча маркеров. Я выделяю слой, запускаю тот самый скрипт и в конце я делаю экспорт вот с такими параметрами. Их не обязательно запоминать. Вот здесь вот можно набрать время и комментарий. Потом в этом поле мы просто use добавляем и он там в конце добавляется. Символы. Н и Т. Они соответствуют символу табуляции и новой строки. То есть у нас будет все это состоять из времени, табуляции, комментария и новая строка будет для следующего маркера. После этого я нажимаю кнопку и файл сохраняется. Если вы скачаете и установите эту программу, то потом вы сможете этот скрипт, ссылка на который в описании, запустить и у вас откроется такое вот окошко, в котором нам нужно будет пойти в Audition. Оно всегда будет висеть сверху. Смотрите, чтобы оно не перекрывало вот эту панель маркеров. Ее, кстати, вот здесь вот можно найти, если ее у вас не будет видно. Мы выбираем файл. Вот как выглядит файл, который я только что сохранил. Как видите, каждому маркеру соответствует время и название. Теперь мне требуется навести мышку чуть-чуть пониже старта в том место, где будет появляться текущее время для маркера. Я перехожу в нулевую точку, потому что маркер будет создаваться там, где время текущего таймлайна. И тут, если что-то напутать, они будут перемешиваться. И короче, нам не надо. И мы идем в нулевое время, наводим сюда мышку и нажимаем клавишу WinQ. Вот здесь вот видно будет, какая клавиша. Видите, что скрипт начинает обрабатываться, считывает временные метки из файла, добавляет имя и через действие пользователя все это в Adobe Audition заталкивает. Вот скрипт отработал. В том месте, где была пустая вот эта вот строка от конца осталась, которая создался пустой маркер. Он никуда не переместился, его можно просто удалить. Поэтому я говорил, что на две строки комментарии не разбивать. Ну, собственно, вот создались маркеры и мы перенесли сюда даже имена. В принципе, можно и длительность маркера сюда передать, потому что в After Effects каждому маркеру тоже есть такой параметр. Но в этом скрипте нету параметра для того, чтобы вытащить это значение. Если кто-то может сам по высовому написать скрипт в качестве помощи, которая будет передавать вот время, комментарии и, допустим, длительность, то я постараюсь тоже в Adobe Audition это все засунуть. Но мне лично знаний не хватает, поэтому я на это дело пока забил. Для меня главное было как раз передать маркеры, ну и хорошо было бы название передать, чтобы легко ориентироваться было самому проекту. Если же, допустим, названий у вас файлей не будет, например, по умолчанию я вводил вот без этого значения, без комментария, то есть получается время и символ новой строки. В итоге получилось вот такой вот файл. Здесь просто куча меток времени, где располагаются маркеры. Его тоже можно скормить Audition. Опять же, идем в нулевой, наводим мышку, жмем клавишу и маркеры начинают создаваться. Через несколько минут мы имеем в Audition кучу маркеров, которые из After Effects я передал. Мне так понравилось гораздо больше работать, чем на глаз определять, куда звуки заталкивать. А накладывать звуки After Effects я не люблю, потому что мне кажется это очень неудобно. Этот скрипт из себя представляет вот такую программку небольшую. читает она данные из файла, которые мы ей подсовываем вот здесь вот и и и и и. Вот в этом месте видите она имитирует движение мышью, двигает мышку, нажимает кнопки, вводит буковки и получается как будто мы руками, ну для Audition так выглядит как будто пользователь сидит и руками забивает время и название тега. Я здесь сделал такие вещи, например, если тег пустой, без имени, например, вот как эти короткие, то в Audition, чтобы не создавались вот эти вот маркеры 124, 134, вот эти всякие фигни, я сделал метку, создается маркер просто вот с таким вот именем. В принципе его можно даже еще до какого-нибудь служебного сократить, вот, потому что сами маркеры мне не нравились, как они тут пишутся, все друг на друг налезает и абсолютно бесполезно. Если вдруг, конечно, так получается. Скрипт сохраняет текущее положение мыши в момент нажатия горячей клавиши, поэтому вот ее надо нажимать, чтобы мышка щелкала все время вот в самое верхнее поле, потому что нулевой маркер будет как раз тут создаваться и потом он будет сдвигаться дальше по мере того, как мы будем вводить время. Поэтому мышка все время вот здесь. И она еще постоянно двигается вот между этими двумя позициями, то есть старт и имя. Имя у нас вот тут вот в этом месте закладывается, то есть двиг мыши по отношению к начальной позиции. Если вдруг у вас тут расстояние будет большое, допустим, какое-нибудь или что-то поле, то, возможно, они будут не совпадать и скрипт будет пропускать нажатие, вернее, не туда будет нажимать. Соответственно, у вас переименовываться маркер не будет. Вот, лучше, конечно, подогнать тогда вот этот вот параметр настолько, насколько мышь должна отодвигаться от начальной позиции, чтобы попадать в название маркера. Вот прямо на ходу решил добавить сюда вот эту вот строчку, чтобы каждый раз не набирать. Прямо отсюда мы ее копируем, вставляем, сохраняем как файл. Скрипт говорит, что он сохранил. Еще забыл сказать, что в скрипте вот они прописаны горячие клавиши. На клавиши Windows EQ как раз старт, а на клавиши Escape уничтожение скрипта, то есть выход из него. В данном случае, если у вас что-то пошло не так, вы где угодно нажимаете Escape и скрипт завершает работу. Открываем файлик, не забываем про расширение файла должно быть txt. Все нормально, переходим на 0. Еще одна особенность работы скрипта, то есть вот эти вот панели у вас должны быть отсортированы в таком порядке, чтобы самый нулевой маркер он появлялся вверху, потому что именно с ним и происходит редактирование. Если вы что-то изменить, измените там какой-нибудь вид сортировки, то вернуть нужно это вот в такое состояние. Вот он нулевой маркер и он вверху. Ну, собственно, вот и все, можете поковыряться. Мне бы, конечно, еще хотелось из After Effects тег длительности передать и как-то вообще вот без этого нагромождения, потому что каждый раз приходится вот это вот руками набирать. Может кто-нибудь, если поможет, и простенький такой скрипт напишется, что просто выводить отсюда маркеры для слоя и, допустим, может хорошо бы также было бы маркеры композиции тоже выводить, но я пока не знаю, как это сделать. В принципе, мне хватает пока вот того, что у меня получилось. Если у кого будут какие-нибудь идеи, оставляйте в комментариях. Надеюсь, вам это тоже пригодится, когда пригодилось мне. А также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok